Добрый день. Меня зовут Тима Ларсов, я уличный музыкант. Из прошлой жизни у меня остались запон и смокинг, поэтому сегодня я такой красивый. Я для вас сыграю несколько произведений из популярной классики. Сыграю их с гитарой и, надеюсь, вы услышите знакомые для вас произведения по-новому. А начнем мы с композиции, которая называется «Две Авы Марии». Две Авы Марии. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 Андрей Спасибо. Это был леонард куэн Так... хорошо известная композиция Аллелуя Ну и снова немного классики в отношении этой композиции в России есть три традицием исполнительской Эту композицию никогда не играют с гитарой. Это первая традиция. Ее играют с роялем, с трио, с квартетом, с ансамблем, с оркестром, но ее практически никогда не играют с гитарой. Вторая традиция состоит в том, что ее, как правило, исполняют на русском языке, несмотря на то, что текст немецкий, и он написан от мужского лица. Но поэт Огарев написал очень гениальные стихи, и поэтому эту сиренаду в России всегда исполняют на русском языке. Обе эти традиции мне не очень нравятся, поэтому сейчас я буду их нарушать. И третья традиция исполнения сиренады Шуберта в России, она, мне кажется, самая абсурдная. Дело в том, что сиренаду Шуберта в России в основном исполняют женщины. И вот здесь моя музыкальная логика ломается. Потому что кому женщины поют сиренаду Шуберта? Задумайтесь об этом. Итак, сейчас я для вас исполню сиренаду Франца Шуберта и нарушу сразу все три традиции. Во-первых, я исполню ее с гитарой. Во-вторых, я ее исполню на немецком. Ну и в-третьих, я не женщина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Немножко подстроим, а потом вырежем. Ну вообще, это же мой концерт, тут все что угодно может произойти. Это не по телеку с 20-го дубля. С 20-го дубля я «Костыгин» спою, не вопрос. А здесь живой концерт, тут и стул может сломаться, и чайка может залететь. Итак, там ассоя беда. Ада жива. Админь. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 день, когда нет дождя, такая хорошая погода. Сейчас я для вас исполню две композиции, уже из нашего, как говорится, русского мира. Как уличный музыкант я могу нарушать все законы, кроме законов, гармонии. И поэтому сейчас я сыграю вам музыку, которая никогда не звучит вместе, но тем не менее это такой творческий колден. Это композиция Игоря Корнуляка, которого вы хорошо знаете. И также здесь использована музыка греческого мультиинструменталиста Яни. Вот, Яни, может быть, вы знаете, немножко меньше. Сейчас я здесь трогаю гитару. Такие волшебные манипуляции. Итак, Яни Корнелюк, уникальная композиция, и для вас уличный музыкант Тима Барсов. Яни Корнешьowa Барсова. Яни Корнешься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вдали вижу город, которого нет Там легко найти странниту приема Там наверняка помнят и ждут День за днем, то теряю, то путаю свет Я веду город, которого нет День за днем, то теряю, то путаю свет День за днем, то теряю, то путаю свет Там для меня старый очаг Как вечный знак, как вечный знак Забытый крестик Нет, до него отследний шаг Но этот шаг Длиннее жизни Кто скажет мне, что судьбой дано Пусть об этом знать не суждено Может быть, через много потраченных мест Я найден, я найду этот город, которого нет Я найду этот город, которого нет Я отдал ее День за днем, то потеряю АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я для вас исполню песню, которая совсем недавно появилась у меня в репертуаре, и в общем она совершенно не относится к классической музыке, которую я играю. Но поскольку я играю популярную классику, то эта песня имеет право на существование именно в такой программе. И она потрясающе красивая, она довольно милая, простая. Ее написал человек, которого все хорошо знаете. Я ее услышал буквально несколько месяцев назад, и мне показалось, что она очень хорошо подходит для моей программы. А человек этот, он совершенно удивительный, одинокий, фактически без родителей, небольшой мальчик, который накрутил хвоста 300 миллионов человек. Потому что 300 миллионов человек его слушали и выслушали, и я слушал Юрий Шатунов «Грезды». Кромных словах Искусственных фраз, как часто в глазах слезы. Судьба нам дала единственный шанс, но выбрала ты, «Грезды». Судьба нам дала единственный шанс, но выбрала ты, «Грезды». Искусственные фразы. Искусственные фразы. А там за окном идёт листопад, за что ты его ненавидишь. А там за окном идёт листопад, за что ты его ненавидишь. Зачем привыкать к безумию снов, они никогда не верят. Какой-то чудак придумал любовь и сделал всё так, что ей верят. Какой-то чудак придумал любовь и сделал всё так, что ей верят. Как много в словах искусственных фраз. Как много в глазах слёзы. Судьба нам дала единственной шанс, Но выбрала ты брёзы. Судьба нам дала единственной шанс. Судьба нам дала единственной шанс. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, подходит к концу мое выступление сегодня, но на моем канале Тима Баксов, на ВК, на Ютубе вы можете найти много песен. Сейчас я хотел бы для вас спеть то, с чего я начал. Эпо-классика. Вообще у меня специализация. Я играю с гитарой то, что никто с гитарой не играет. И это мое основное направление. И сейчас я для вас сыграю оперную арию, скажем так, романс на тему арии Каллафа из оперы Джакомо Кучини Турандот. Ария Каллафа Субтитры создавал DimaTorzok 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 До свидания АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok